А мы снова с вами, со мной представитель замечательной компании AppNZR, Сергей Пронин, CTO этой компании. Сергей, я очень рада видеть вас на этой конференции. Я знаю еще, что в прошлом году вы были участником этой конференции, в этом году вы уже на сцене в панельной дискуссии с компания AppNZR развивается так стремительно. Мы все с таким удовольствием наблюдаем, как небольшая компания действительно становится мировым брендом. Можете немножечко рассказать про вас? Как вы появлялись? Как была идея? Кто вы сегодня? Сколько у вас человек? Просто пару слов, потому что, естественно, в рамках панельной дискуссии не было времени чуть подробнее задать вам этот вопрос. А я уверена, что всем нашим зрителям, которые мечтают оказаться на вашем месте, стать стартапом с мировым именем. Это очень интересно. Ну, история началась порядка 4,5 лет назад. Мы разрабатывали сначала вообще чат людей, которые находятся рядом друг с другом. Но 4,5 года назад, можно представить, никто этим не пользовался. Чаты сейчас только начинают развиваться. Пользователей было мало. Мы искали места, где люди чаще всего общаются, даже в небольших количествах. Это были университеты и аэропорты. Вот. Мы решили, что надо развивать тему аэропортов. Ты вроде как зарегистрировался, у тебя рейс там минимум через 40 минут, и ты сидишь, ничего не делаешь. Соответственно, наверняка ты бы хотел пообщаться. Соответственно, так родилась идея OpenZR. Вот. И, то есть, помимо общения, мы как бы начали всю эту тему с тем, что мы отслеживаем твой рейс, какие-то советы по аэропорту. И, то есть, вся наша история родилась из того, что мы развиваем некое комьюнити. Вот. Обычно приложения такого порядка, они как бы чисто мой персональный какой-то инструмент. А у нас же было некое сообщество. То есть, допустим, ну, раньше мы это объясняли как Yelp для тревела. То есть, советы по категориям в аэропортах. Где поесть, где не есть, где взять бесплатный Wi-Fi, где розетки. Вот. Потом мы начали добавлять функции, типа, мы назвали это Waze для аэропортов. То есть, можно оставить время, оставить отметку, сколько времени заняла регистрация, паспортный контроль. Это все собирается, анализируется, и потом дается прогноз. Ну, как Яндекс.Пробки это делают. Вот. Сейчас мы двигаемся к какому-то автоматическому собиранию этой информации. Это и биконы, это и Wi-Fi точки, это и локация, и даже давление, сел ты самолет или нет. Так мы можем понять, задержка или не задержка. Вот. И, соответственно, мы распространились на все платформы. Это iOS, Android, конечно же, Windows, часы, wearable, Apple Watch, Android Wear. Часто, как бы, регулярный фичеринг от Apple, от Google, от Windows, то есть, мы не тратим затраты никакие на маркетинг. Нас просто где-то постоянно публикуют. Вот. Самый, наверное, почетный был. Это реклама Apple. Они рекламировали iPad в Америке, и мы были частью их рекламной кампании. Ну, скажите, все-таки секрет успеха. Сколько у вас человек сейчас? Сейчас нас девять. Начинали мы вчетвером. Вчетвером. Ну, то есть, когда мы разговариваем с крупными компаниями Яндекс, Мейл, они рассказывают о своих успехах. Естественно, мы все понимаем, что это штат по тысяче человек. Отдельные отделы разработки, отдельные отделы маркетинга. И когда они говорят о каком-то своем успехе, это, скажем так, не вызывает вопросов, просто радость за них. Когда мы говорим о компании четыре человека, которая придумала просто гениальную идею и дальше ее монетизировала. Не страшно ли было, как вы вообще делали эти шаги? Потому что сейчас, по сути, вы говорите про то, что AppNCR — это приложение от девяти человек из России, которые рекламируются в Нью-Йорке в главной рекламе iPad. Вот насколько, как это получилось? Вот по вашему ощущению, по вашему мнению. Не знаю, мы привыкли думать, что это просто hard work. Ну, типа, просто сидишь и работаешь. Изначально у нас, ну, грубо говоря, из людей, которые разрабатывают, вот был я разработчик и человек-дизайнер. Да, вот он рисовал, я писал. Надо было делать приложение, надо было делать сервер. И, как бы, я никогда не думал, что я стану, типа, вот, сейчас называется FullStack, но вот FullStack в этом он и есть. То есть я вот с утра сегодня буквально залил сервер и тут же залил новую версию iOS-приложения. Поэтому, ну, просто надо работать, все любить свое дело. Это прекрасный совет для всех тех, кто нас сегодня смотрит, для тех, кто думает, что эта история невозможна и есть какие-то секретные пути, по которым надо пойти. Вот, пожалуйста, коллеги, которые это сделали, и мы за них все очень рады. Возвращаясь к теме нашей конференции. Мы сегодня говорим о том, что рынок мобильной разработки, он находится сейчас в стадии уберизации. Этот красивый термин обозначает некую платформенность. Появляются компании, которые становятся ядром, базовым сервисом для огромного количества партнеров, которые могут что-то дописать, сделать какую-то интеграцию с этим сервисом. Таким образом появляется множество, множество экосистем. Если я правильно понимаю, то, что вы сейчас говорите, Open the Air тоже движется активно к этому. Можете чуть подробнее рассказать про ваш текущий опыт, с какими партнерами вы сейчас сотрудничаете, куда вы смотрите, какие у вас есть какой-то вектор, мысли на этот счет? Ну, во-первых, идея родилась в том, что рынок travel-приложений, он очень большой, и есть отдельная тема, связанная, как бы, можно сразу отделить перелеты, потому что есть еще отели, там машины нас мало интересуют. То есть есть перелеты, и там высокая конкуренция, очень высокая в части продажи билетов. Связной travel, там, one-two-trip, kayak, авиасейлс и так далее, вот, они между собой конкурируют, и в итоге маржинальность у них сильно упала, и они все зарабатывают, пытаются, там, на продаже страховок, каких-то допуслуг. Вот, и в этот рынок уже сложно идти, потому что даже мобильных приложений много. И, как бы, если вы планируете поездку, то, там, на покупку билета, там, уходит, не знаю, полчаса, вы его купили и забыли про это. Все, вот он есть, и есть дата в календаре, когда я полечу, но есть еще много времени с момента покупки, да, самого приземления, которое не заполнено, как бы, этими компаниями, соответственно, тут включаемся мы. То есть все, что связано с отслеживанием рейсов, изменения, там, отмены и так далее. И, как бы, пользователи наши, то есть мы давали какой-то набор функционалов всегда. Ну, у всех он есть, да, какие-то ключевые функции. И пользователи у нас получились разные. Есть так называемый leisure travel, ну, то есть это, типа, отдохнуть, есть бизнес travel, есть super frequent люди, которые в воздухе находятся, там, 300 дней в году. То есть он летает, там, каждый день или через день. Есть, там, стюардессы, есть пилоты, им нужны разные функции. Кто-то хочет только статистику, где я бывал, кто-то хочет уведомления, кто-то хочет мамы, чтобы смс-ки приходили, кто-то хочет не забыть, там, зубную щетку. И вот мы в первую очередь накидывали всех этих функций, и получился, вот есть картинка, типа, такой здоровый швейцарский нож, который долго запускается, медленно работает. Потом мы все отрезали, оставили только ключевые функции, начали меня надолевать, и поняли, что все равно мы не сможем сделать так, чтобы все были довольны. Вот. Потому что кому-то мешает эта кнопка, но он ей не пользуется. Кому-то, наоборот, без нее и приложение не нужно. Соответственно, так мы поняли, что, может быть, можно сделать это модульно, чтобы я мог сам собрать себе приложение. Вот. Так родилась идея. Мы их называем виджеты. То есть это некий маленький кусочек контента, который отвечает за одну определенную цель. Например, последняя информация об изменении рейса. Например, там, сколько я не собрал еще вещей с собой в багаж. Например, отдельно у нас есть возможность поделиться интернетом. То есть она есть там встроенные способы системы, но мы позволяем расшарить как бы Wi-Fi дальше. То есть если у вас в отеле одно соединение, можно передать его на другую сторону. Но все эти виджеты, они ваши собственные? Или вы, например, приходите к отелю и интегрируете виджеты от отеля? Какие отели? К букингу? Какие отели есть сегодня? Или вы приходите к Аэрофлоту или к Шерементьево и интегрируете табло рейсов? То есть каким образом сейчас строится интеграция этих виджетов? Ну, изначально у нас было порядка 10 штук, все наши собственные. Потом вот мы добавили дополнительный уровень абстракции, о котором сегодня говорили. И теперь это отдельная SDK, на основе которого любой может создать свой виджет, поместить его к нам. Мы проводили хакатон буквально 31 октября. В Хэллоуин. Да, в Хэллоуин. Где просто команды приходили, нас поддержал Microsoft, нас поддержал PayPal, они дали денежный приз другие компании. И, соответственно, люди делали свои виджеты. На основе каких-то API были и отели, и погодный виджет для тех, кому нужно знать силу ветра и так далее. Вот, соответственно, сейчас уже есть готовые встроенные ребята. Это компания ASBA. Они делают аудиогид. Вот, они прямо у нас в приложении, дают возможность скачать и прослушать один бесплатно оффлайн. Вот, а потом дальше уводят от нашего приложения к их, ну и уже дальше там монетизируют, как хотят, сами по себе. Вот, дальше у нас вот сейчас компания разрабатывает, будем внедрять буквально в следующей версии, то есть это меньше там двух недель, Wi-Fi по всему миру. То есть платите одну подписку, и у вас во всем мире точки Wi-Fi работают без каких-либо даже, то есть даже не вводите ни логин, ни пароль, просто у вас оплачено, нажимаете, оно работает. Прекрасно. То есть, в принципе, любой разработчик, который может использовать ваше API, может дописать к вашему приложению свою идею. И я хочу обратить внимание наших разработчиков, которые смотрят вас сейчас в онлайн. Коллеги провели первый свой хакатон, я уверена, это не последний. И присоединяйтесь к этим хакатонам, придумывайте ваши идеи, и вы, по сути, будете внутри приложения OpenZR. Это очень классно, что вы развиваете эту экосистему. Я уверена, что вы помимо этого работаете с какими-то крупными, наверное, партнерами по тоже интеграции. И мне кажется, в этом и есть такой пример уберизации в наши дни, как можно добавлять сервисы, которые нужны людям. Скажите, вот мы тут перед вами общались с коллегой из Альфа-банка, который говорил о том, что очень сейчас сложно придумать одно универсальное приложение с функциями на любой случай жизни. И поэтому, когда мы берем пользователей, собственно, тот путь, которым выбрали коллеги, у каждого есть свой сценарий поведения в случае с Альфа-банком с карточкой, в случае с вашим во время перелета. Не было ли у вас мысли добавить туда, возможно, тоже big data, подумать про кастомизированные сценарии и сделать OpenZR-приложение, которое релевантно для каждого пользователя по-разному. Он предлагает ему разные виджеты, разные сценарии, чтобы учитывать все то, что происходит с ним на основе, может быть, предыдущего опыта. Или, может быть, вы это уже делаете. Ну, мы сейчас как минимум собираем, ну, то есть пользователь может сам выбрать, какие виджеты нужны, какие не нужны, в каком они порядке у него стоят. Запоминает ли это приложение? Да, ну, запоминает для этого пользователя точно. Плюс мы смотрим, ну, как бы можно же выделить какие-то шаблоны. То есть у какого-то определенного количества пользователей вот так все устроено, у другого по-другому. Ну, соответственно, мы смотрим, ну, там какие-то разрезы, демографические показатели, там, или покупает он, не покупает. Соответственно, исходя из этих данных, мы, ну, чуть позже будем уже, как бы, пытаться проанализировать, что это за новый пользователь. И дать ему какой-то из вариантов уже готовый, чтобы он не настраивал сам. То есть какие-то пресеты сделать, что вот это бизнес-человек, это просто отдыхающий, это тот, кому нужна статистика и так далее. То есть, ну, да, персонализация — это главное. То есть вы тоже двигаетесь в этом направлении, это очень здорово. И еще один вопрос у меня возник в итоге в вашей панельной дискуссии, которая была сегодня на открытии. Мы говорили о том, что мобильные приложения, рынок приложений — это не только сейчас iOS, Android, Windows, это еще и Office. Смотрите ли вы вообще в целом на продуктивити? Видите ли вы какой-то сценарий интеграции Up and the Air с офисными приложениями? Может быть, уже есть мысли какие-то на этот счет? У нас есть как минимум прототип как раз для Outlook. Ну, в общем-то, это похоже на то, что можно увидеть в других почтовых сервисах. Это как бы если письмо с информацией о рейсе, то, соответственно, подтягивается изменение. Если у человека стоит приложение Up and the Air для Windows, то идет интеграция с ним, можно сразу же автоматически добавить приложение или какие-то изменения внести в свое расписание уже из Outlook в сам апп. Сейчас на стадии как бы тестирования, уже скоро мы это запустим. Скажите нам из первых уст, насколько сложна оказалась разработка под офис, насколько много новых знаний нужно было получать разработчикам? У вас небольшая команда, поэтому не было возможности взять дополнительного человека, который будет эксперт в этой теме. Насколько сложно вам далось это? Ну, если честно, как бы у нас вот под Windows занимается два человека. Один вот делает целиком Windows 10, а второй как бы помогает нам постоянно. И вот, соответственно, как только мы узнали о том, что можно залезть в Outlook, то почему бы и нет, всегда приятно читать почту пользователя, если он сам тебе разрешил. Вот, соответственно, он, ну, просто за день у нас уже был там прототипчик с какими-то кнопками-экранами. Там через неделю у нас уже был практически работающий. То есть время там, если есть опыт разработки под Windows, то это все делается просто моментально. Я не очень могу сказать, сам глубоко не вникал, если бы, допустим, я туда зашел со своим знанием iOS и бэкэнда. Ну, C-Sharp я знаю, наверное, я бы тоже разобрался. Супер. Я хочу обратить внимание наших разработчиков, которые смотрят на нас сейчас. Офис уникален тем, что это платформа не только для пользователей Windows-девайсов, а еще и для iOS и Android, на которых тоже есть офисы. Поэтому пример коллег показывает, что вы всего за день можете попасть на огромную пользовательскую базу пользователей с разными девайсами и быть там внутри. Спасибо вам большое, Сергей. Я искренне вам желаю успехов. Уверен, что, несмотря на ваши колоссальные успехи за эти годы, это только начало. И я не сомневаюсь, что у вас будет огромное будущее. И надеюсь, что люди, которые смотрят нас сегодня в онлайне, они зарядятся тем, что это получается и тоже создадут прекрасный большой проект. Спасибо вам большое. Пишите нам на Twitter MBLTDev. Мы будем обязательно отвечать на все ваши вопросы. До новых встреч.